Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите челлендж Апокалипсис, мы с вами продолжаем играть вместе с нашим семейством Кинтош, пытаемся как-то выжить в этом суровом мире. И да, вот он наш ребёнок, Алиса, первая представительница второго поколения, которая сейчас с удовольствием уплетает то, что у нас приготовила Джулия на завтрак ей. Да, давайте включим режим игры, и давайте я вам покажу, что я у нас прикупила, собственно говоря. Я прикупила ещё одну кровать, только надо будет понять, будет ли это всё работать. Вот, надо будет нам с вами, конечно, посмотреть. Я не знаю, я толком не поняла, что именно запрещено, и есть ли какие-то запрещенные вещи для детей. Я купила вот такие кубики, машинку красную, потому что она тоже способствует развитию навыка общения, и горшок, да, но подозреваю, что одного горшка может быть мало, учитывая то, сколько я детей планирую, поэтому давайте, возможно, я прям при вас докуплю второй горшок, обучающий горшок. Вот, можно вот так вот как-то развернуть. Да, я выбирала в самые дешёвые вещи, именно поэтому вот такой горшок, вот такая машинка, потому что они самые дешёвые в категории, и мы с вами должны именно такие вещи и выбирать. Да, Маршал, ты уже подорвался? Выспался, что ли? Ну ладно, вот тебе тут прям завтрак в постель, что называется. Давай так что поешь. Да, и у нас с вами остаётся довольно-таки кругленькая сумма, поэтому, в принципе, можно было бы сейчас вычесть денежку какую-нибудь на наши штрафы, и да, чтобы мафии поменьше осталось. Джулия, давай ты пока убрать и помыть, вот, поговорить. Ну, можешь поговорить, да, с Алисой, правильно. Теперь на одного человечка в этом доме у нас стало больше, с кем можно поговорить. Ну, по крайней мере, хотели полепетать. Вот, Алиса сейчас что-то сказала, наверное, мама. Очень вкусно, всё, спасибо, просто так вкусно, ам-ням-ням, боже мой, мне так нравится, а как оно классно разлетается вокруг меня, это просто сказка, это просто праздник какой-то. Она же даже толком не поела, всё раскидала. Ну ладно, тем не менее, давайте мы тогда... Так, ты сама помощь с горшком, да, ты сама не можешь, давай тебе... Давай тебе мама поможет, папа пока ест, папа у тебя пока что грустненький. Вот, и да, она, кстати, у нас не доела, то есть проблема осталась, то, что дети у нас не доедают. Ну ладно, будем как-то это решать. Сейчас ребёнок, к сожалению, не сможет прокачиваться, потому что банально она хочет спать. Вот, и я надеюсь, что горшки у нас здесь функциональные, потому что я слышала, что началась в четвёрке какая-то вот проблема с тем, что если близко располагаешь предметы, то они становятся нефункциональны. Ты поел? Ты поел смотреть. На что смотреть? Наверное, на дочку хочет смотреть, да? А тарелка? Так, а где тарелка? А нет, ты вообще непонятно на что смотришь, ясно. У тебя свои какие-то забабоны. Так, кстати, ребят, у неё тут кусок глины, я вообще без понятия откуда он, если честно. Камбургер, господи, что это? Откуда это? Ай, давай переместить в мир. Вот, и всё. Сейчас будешь заниматься у меня делами, сейчас ты у меня примешь душ и будешь продолжать прокачивать фитнес, потому что надо, Маршал, да? Ничего не хочу знать, надо и всё. Ну что, дорогие друзья, нашего Маршала попустил, он, наконец-то, грусть от него отстала. Да, мы тут себе, значит, подняли досуг прекрасным способом. И, о боже, что такое? Теперь, теперь Джулия, серьёзно, что случилось? Кто умер? Джилл? Или кто? Ты же даже с ней не была толком знакома. Открыть профиль персонажа. А, подруга. А, Джилл Васкес. Да, я помню, была такая симка у нас тут ходила. Ну всё, приехали. Два дня. Я только хотела сказать, что у нас Маршала попустила. И, наконец-таки, в общем-то, он смог себе поднять досуг вместе с Джулией очень приятным способом. Теперь весь такой возбуждённый занимается повышением навыка фитнеса. Зато теперь Джулия у нас плохо. Она и так у нас персонаж, который периодически грустит по семье. А здесь ещё и Джилл Васкес умерла. Но это, конечно, совсем не как. Что там? Что ты? О чём ты задумался? Я, конечно, понимаю, иногда, может, у тебя проблёскивают что-то, какие-то учёные мысли. Но ты не о том думаешь, дорогой мой. Тебе надо думать о том, что твои учёные мозги могут спечься в кашу, если ты не достигнешь десятого уровня навыки фитнеса. Поэтому давай, давай. Наяривай. Ребёнок у нас, кстати, до сих пор спит, естественно. Естественно, кровать дешёвая, естественно, бодрость у нас очень медленно поднимается. Но, тем не менее, что имеем, как бы тому и будем вместе с вами радоваться. Да, я уже прям вся в предвкушении, когда маршал закроет свою карьеру, чтобы мы могли ставить еду в холодильник. Будем питаться уже тогда одной рыбкой, это точно. Ай-яй-яй, не стыдно вот это вот вам, девушка? И не стыдно вам заниматься контрабандой? Такая красивая девушка, которую зовут, кстати, Ивон Блум. И таким неблагодарным делом занимаетесь. Вот просто стыдно за вас, вот честно. Вот вам не стыдно, а мне стыдно за вас. Я чего решила включиться, ребят? Потому что я вспомнила, я хотела кое-что вам рассказать. Что касается сестры маршала, Гвен, которая тоже живёт в этом мире. А кто это у нас там такой деловой катается, интересно? Это Рафаэль, что ли, Рафик? Ну да, обалдеть, ну вы только посмотрите на него. Доволен жизнью, да, всё у него хорошо. Вода отравленная на него не влияет, якобы, да-да. Ну-ну-ну-ну, удачи, удачи, что я ещё могу сказать. В общем, что касается нашей Гвен, то выброси испорченную еду. Ну выброси, конечно, если она у тебя есть, зачем она тебе в карманах выбросит. Что касается Гвена, она уже, как и маршал, конечно, как и наша Джулия, стала взрослой. Живёт она, если я не ошибаюсь, в Винденбурге у нас. И да, к сожалению, к отце так и до сих пор ничего с ней не сделала. Она у нас всё живёт одна. До сих пор ни за кого не вышла замуж. И если честно, меня это как-то пугает. И да, она у нас до сих пор ни разу здесь не прошлась. Вообще ни разу мы её не видели. То есть, знаете, у меня есть опасения, что всё-таки в этом плане... И в этом плане история маршала закончится очень и очень грустно. И вполне возможен такой исход, что с сестрой он всё-таки никогда так и не познакомится. И да, это, конечно, всё очень печально. И очень грустно то, что действительно она может вот так вот в одиночестве там и умереть от старости. И так не оставить после себя ни детей, ничего. Это, конечно, будет совсем не очень. Даже не знаю. Мне кажется, что для этого большие риски есть. Потому что к отце в основном молодыми персонажами занимается. А она у нас тоже взрослая. Но, в общем и целом, будем смотреть. Я слежу за этой ситуацией. И Август у нас, кстати, тоже одинокий волк. Мне безумно жалко, что так получается. Если честно, я бы даже хотела, чтобы они, возможно, с Гвен сошлись. Потому что что Август, что Гвен, ну, очень-очень хорошие люди. И мне кажется, что у них вполне бы могло что-то получиться. Сменить воду. Ты же моя умничка. Ну, давай смени воду. Вот. Но, к сожалению, я никак на это повлиять не могу. Не имею права. Поэтому, да. Я таки отправила Маршала пообщаться с Джулией. Да, и сейчас она спрашивает. Ну что, когда-то мы же будем рожать. Чувствуешь, что не чувствуешь? Она не знает. Ещё, конечно, рановато об этом думать. Слушай, а ты слышал, что Джилл Васкис умерла? Мне так жалко. Мы с ней вроде как хорошо общались. Вот. К сожалению, она даже не смогла никак добраться, чтобы увидеть её в последний раз. Ну, дорогая моя. Добраться вообще куда-нибудь для нас это огромная проблема. Так что пока что об этом нам и мечтать нельзя. Давай не будем об этом думать. Да, так в жизни случается. Ничего не поделаешь. Но надо как-то продолжать жить дальше. Ну да, ты, наверное, прав. Слушай, а не хочешь, кстати, животик потрогать уже по старой доброй традиции? Да? Может быть, почувствуешь, кто там у нас? Да? Да, и сколько, и сколько это тот вопрос, который меня так интересует. Да, Маршалл у нас уже во второй раз, получается, трогает пузель Джури. Но всё равно я считаю, что моя святая обязанность это заснять этот прелестнейший момент. Вот так вот. Я надеюсь, что вам ещё это не надоело, но мне правда нравится. Мне правда очень нравится, как это всё выглядит. Так, ну и всё, я думаю, можно, да, можно стенки опускать, в принципе, как-нибудь вот так вот. Да, вот так вот я это сейчас зафотаю. Вот такие вот у нас дела. Блинские стены мешают. Ну ладно, давайте вот так как-то. Вот так как-то, да. Может быть, на обложечку у меня пойдут, а может быть, и не пойдут, не знаю. Я ещё подумаю. Да, и рожать нам не скоро, рожать нам... О, вообще не скоро, у нас через 7 часов только третий триместр, так что да, эпопея только начинается. А я всё, я всё надеюсь на эту черту участка на Ливине. Я всё надеюсь, что что-то от меня добудет. Кстати, ребёнка уже надо будить. Она у нас такой полуночницы будет, судя по всему, но... А что поделать, а что поделать? Ну вы только посмотрите на эту милоту, ребята. Воссоединение родственных душ. Просто встреча близнецов. Я не знаю, как это ещё описать, потому что Алиса, ну, по крайней мере, потому что я вижу сейчас, она у нас очень похожа на Маршала. И видите, у неё в мыслях даже вот папка, она хочет за ним наблюдать. Да, ну, давай мы полепечем с ним, я думаю, вот такая вот у нас тут милота происходит. Мне тоже, знаете, очень непривычно свыкнуться с мыслью, что Маршал у нас папка. Тоже он для меня всегда был таким немножко, откровенно говоря, раздолбаемым и безответственным молодым человеком в некой степени. Я, конечно, понимаю, что у него очень-очень много мозгов, но, тем не менее, да. Да, я про тебя говорю. Чё ты так смотришь блаженно? Да, ты умный, но в некоторых вещах ты, знаешь, иногда тормозишь, мягко говоря. Да, Джулия у нас, кстати, играет в шахматы, она у нас совсем грустная, поникшая, вообще ничего не хочет, не может. У нас ребёнок голодный, а мы-то сегодня готовили свою порцию еды, поэтому я с ужасом обнаружила, начала, вернее, искать, что можно пожевать ребёнку. У нас есть корень кавы, но я не думаю, что стоит кормить этим алису. Слава богу, у Джулии есть аж 4 кокоса, я аж, знаете, фух, выдохнула. И я, кстати, сейчас хочу проверить, я даже не помню вообще, где всё это растёт у нас, если честно. Посмотреть. Да вообще, слушайте, да когда вырастут эти ананасы? У меня уже сил нет. То ли до лета надо дожить, то ли что, я не знаю. Кокосовая пальма, да? Ну, конечно, ну, конечно, у нас всё не сезон, вообще непонятно, когда оно прорастёт и прорастёт ли вообще. Да, у нас, кстати, тут затухает всё потихоньку, мусор валяется, в общем, полная апокалиптическая красота. Да, и у нас, ребята, только 4 кокоса, я вообще без понятия, что с этим делать. Здрасте, приплыли. Какая красота, вы только на это посмотрите. Я извиняюсь, а мы что, мы даже мусорный бак не можем поднять? В смысле? А что нам с этим делать? Это нам... А кто это сделал? Это кто-то вот из засорителей нам перевернул в мусорный бак, и мы его даже поднять не можем. Зашибись, конечно, ситуация. Как мне это всё нравится. И кому, интересно, мы так сильно насолили? Слушайте, ну это, конечно, обалдеть. Вот это завидки людей берут. И непонятно, чему завидуют, если честно. Чему завидовать? Объясняйте мне, пожалуйста. Просто мы живём в курятнике, у нас нет электричества, у нас всё плохо. Офигеть. Я никогда раньше не видела, чтобы в Sims 4 переворачивали вот эти вот уличные баки. В Sims 2? Да, я это точно знаю. Но в Sims 4 я просто обалдеваю, ребята. Слушайте, а если нам попробовать выбросить, то куда ты это будешь выбрасывать? Ну это, конечно, очень странно. И да, что я хотела сказать. О, кстати. Молодец, молодец. Давай, играй. Да, я думаю, что сейчас Джулия у нас передаст кокосы. Не-не-не-не-не-не. Давай истерику устраивать не будем. Хотя у меня до сих пор нет игрового набора родителей. Поэтому это никак не повлияет на, например, такой показатель, как контроль эмоций. Алиса очень голодна. Да я знаю, мы сейчас покормим ее, не переживайте. В общем, я очень сильно надеюсь, что у нас Маршалл закроет свою карьеру. И мы наконец-то сможем хранить рыбу и готовить ее в неограниченном количестве. Потому что ребенок голодный, ситуация опасная. Кокосов нет. Ничего вообще нет. Поэтому реально ситуация критическая. Это еще хорошо, что у Джулии в закромах я 4 штуки нашла. Ой-ой-ой, была бы беда. Хотите, я вам прикол расскажу? Вернее, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну давай, давай, не ругайся, убирай. Убирай, покажи, как ты у нас убираешь. А вот так он у нас убирается, ребята. И этот баг невозможно никак поднять. Я вообще, я если честно, я вот сколько играю, я сколько смотрю летсплеи других людей. Вот такую ситуацию я вижу в первый раз в жизни. И я просто без понятия, что с этим делать. Нам что, теперь новый баг покупать? А этот в багаж семьи класть? Ну, пока воскресенье я могу, конечно, позволить себе это сделать. Что это такое? Вот объясните мне, почему он так выглядит? О, нормально. Слушайте, это правило не нарушает никак, я надеюсь. Ну, отлично, теперь ты мусор сможешь выбросить? Если что, я знаю, что это вот так лечится. Так, маршал, давай, давай, что это? Выбросить, да, все правильно, выбросить. Что-то от Джулии хочешь смотреть на звезды? О, как мило. Становится лучше? Серьезно? Вы шутите, наверное. Ничего не делали для экологии, абсолютно ничего. То есть у нас тут ходит, все гадит в округе. Куча развелось рыбных контрабандистов, засорители экологии. А вы нам говорите, что Муапилам становится лучше? Экологические мероприятия улучшили состояние острова Муапилам. Цветы растут, коралловые рифы разрастаются, и рыба возвращается. Но надо продолжать работу. Чайки привыкли злоупотреблять дырами местной дикой природы, и их развелось несчетное количество. Продолжайте работу острова Муапилам. Еще нужна ваша помощь. Офигеть! Что происходит с этой игрой? Нет, смотрите, он не может выбросить. Что? Что за бред? А может быть вот это... Вот из-за того, что мы по сто раз мусор выбрасываем? Может из-за этого у нас риска экологии улучшилась? Офигеть, ребята. Этот бак... Ну, получается, что он не рабочий. Я при вас все это делаю, потому что мне безумно интересно, что это все значит. По-моему, продавать мы не имеем права, если честно. Не знаю. Так. У меня тут какой язык? Вы мне подскажете? Да. Давайте мусорный бак. Пожалуйста. В смысле? А, ну да. Я же так еще печатаю. Если бы я еще что видела... Мусорный... Мусорный бак, я говорю. Господи. Мусорный бак. Давайте нам, пожалуйста. Вот такой вот у нас был. Да. Вот такой я хочу сейчас. Слушайте, еще на мусорные баки тратиться? Потому что, видите ли, кто-то там психанул. Но сейчас-то ты можешь выбросить? Слава тебе, господи, ребята. Зашибись, конечно. Это еще хорошо, что я успела до конца воскресения, потому что иначе лежала бы у нас вся эта красота здесь. И даже некуда было бы выбросить. Обалдеть. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вы когда-нибудь видели ситуацию с перевернутыми вот этими вот баками? Либо я настолько давно не играла в Sims, либо что, но я вижу такое впервые. Обалдеть. Кстати, тебе полегчало? Давай. Вперед. Вперед из песни. Я хочу вам просто показать... Показать эту прелесть. Ребята, у нас гости. Черта... Вернее, черта... Черта характера для участка, так скажем. Жуткая работает в полной мере. К нам сегодня пожаловал Сэм Хэмлин. Мне интересно. Вот игра, наверное, создает призраков для такого случая. Джулия с ним хотела тут поговорить. Слава богу, я вовремя заметила и отменила ей это действие. Очень мне, конечно, любопытно, что этот Сэм собирается у нас делать. Ребенок сейчас у нас играет с игрушкой. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 малышка, не бойся. Господи, господи, как ее скрючило-то. Ёлки-палки. Это... Это должно так быть или нет, слушайте? Потому что прям выглядит очень страшно. Малышка, не пугайся. Слушай, ты, дорогая моя, не пугайся. Слушайте, у меня сейчас все... У меня сейчас все будут... Все мы перепуганные. Ну точно, страшно до жути. Свои-сво участка. Нежелательная потусторонняя энергия пугает настолько, что выспаться не получится. Прекрасно. Просто прекрасно, ребята. Вот он вам, настоящий апокалипсис. Пожалуйста. Кто хотел, вот, пожалуйста, получайте. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нельзя, с ума сошел, что ли? Нет, здесь никого нет. Здесь никого нет, Маршал. Это тебе показалось. тебе просто показалось, иди, иди вообще отсюда, иди отсюда, не смей общаться с призраками, ребята, я не нарушала ничего, ей-богу, я ничего не нарушала, да, кстати, кокосы, вот отсюда, например, ребёнок брать не может, поэтому я пользуюсь лайфхаком от Трис, и перемещаю вот так вот, это, слава тебе, Господи, за руку Бога не считается, и вот с пола как раз-таки ребёнок кокосы взять может и поесть, не смей меня с ним общаться, ты что, я ещё на 10 тысяч попасть не хочу, обалдел ты что ли совсем, нет, нет здесь никого, привиделась тебе, болезнь, тошнота, плохо себя чувствуешь, всё, ничего не хочу знать, ребята, вы можете нас поздравить, вернее, поздравить нашего маршала, наконец-таки он это сделал, вот, пожалуйста, подтверждение, он закрыл у нас навык фитнеса, достиг 10 уровней, достигнуть 10 уровень, это значит, что всё, теперь нашему макинтошу старость с маразмом официально не страшны, да, мозги у него не поплавятся, мозги у тебя не поплавятся, не переживай, я вижу, как они тебе дороги, ну, конечно, да, поэтому ты теперь можешь спокойно отправляться спать, вот так вот, и ребёнку совсем у нас не помогают кокосы, он у нас по-прежнему испуган, но при этом сам сел играть в кубики, просто я, просто я обалдеваю с этой девочкой, да, ну, а вот этот вот прекрасный мужчина продолжает тусить у нас в доме, я даже не знаю, он сначала вселился в боксёрскую грушу, сейчас он просто стоит, не знает, что делать, ребёнка скрючило, ребёнку плохо, страшно, что с этим делать, непонятно, но это интересно, опа, до свидания, он сказал до свидания и испарился, кубометры кубиков, понятно, всё, тебе уже это дело надоело, я вижу, надо срочно ребёнка покормить, потому что будет беда, давай, Джулия, готовь, так, 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 гриль, гриль, гриль и осада, ничего себе, а давай, мы этого точно не готовили, давай приготовишь осада, вот, а ребёнок у нас пока, я думаю, давай, ты у меня, знаешь что, ты у меня побродишь, вот, я хочу, чтобы ты побродила, давай, без истерик, тебе нужен навык передвижения, так что вот так вот я тебе дам, и броди, 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 вот, ничего не хочу знать, давай, броди, всё, как-то вот, мне кажется, она больше к маршалу тянется, он постоянно у неё в желаниях, она постоянно за ним хочет наблюдать, это, конечно, очень любопытно, ну, короче, у нас реально папина дочь, всё так получается, судя по всему, так, ребята, я включаюсь, потому что у нас с вами исторический момент, вдруг резко и неожиданно наступил понедельник, 5 утра, и наш маршал отправляется на работу, я надеюсь, что он это делает уже в последний раз, и что сегодня он, наконец-таки, закроет свою карьеру, давайте посмотрим на то, как он у нас убегает в рассвет, пожелаем ему удачи, конечно же, и, да, я сразу же даю ему действие, ловить рискованно, вот, конечно, потребности у него не очень хорошие, всё, потому что, честно вам скажу, я просто-напросто забыла, что у него так рано работа, что это такое рациональное использование местных водных ресурсов, мытьё посуды без удобств, ну, меня вот немножко эта черта всё-таки участка смущает, пахнет газом, готовка без удобств, ах, все прелести готовки на устарелом типе топлива, очень ошалевшие, ничего себе, ничего себе, слушайте, ну, модлеты, конечно, очень занятные, очень и очень занятные с этой чертой участка, даже не знаю, ребёнок у нас поел, ребёнок у нас счастливый, я надеюсь, что теперь мы больше не будем никогда заставлять наших детей голодать, что, Алиса, ты думаешь о том, существуют ли пришельцы, да, все говорят в округе, что их не существует, но на самом деле они существуют, да, правда, поймём мы это совсем не скоро, но пока что для нас, конечно, пришельцев не существует. Дорогие друзья, я просто в шоке, я не знаю, каким чудом, то есть у меня просто ребёнок там занимается пирамидками, Джулия у меня грустит, занимается стиркой, маршал на работе, маршал вообще на работе, и тут, знаете, я что-то так вот просто случайно обратила внимание на то, что идёт тут какая-то девушка и что-то несёт в руке, видите, там что-то вот жёлтенькое, я такая думаю, заглючил тут кого-то или что, я никогда не видела раньше, чтобы Симы что-то несли в руках, вот, ну, такое материальное, да, я уже думаю, может, это эколог какой или что, и я, значит, думаю, сейчас посмотрю, что это за девушка, значит, навожу на неё, думаю, ой, какая красивая, интересная, и с книжкой в руках, видимо, кстати, ребята, вот скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь виделись Симов с книжками в руках, что это вообще значит, это они студенты или что, я, если честно, не знаю, что здесь написано, ну, вернее, что нарисовано, это какие-то сказки детские, по сути по всему, или вообще что это такое, в общем, навожу я, значит, на неё, и я понимаю, что это, что это сестра Маршала здесь проходит в первый раз, клянусь вам, в первый раз за всю историю этого сохранения, за всю историю нашей игры в апокалипсис, из-за всей серии, которую мы с вами прожили, она здесь проходит, когда Маршал на работе, я просто в шоке, и я не знаю, что мне с ней делать, посмотрите, она возвращается обратно, Джулия, вот скажи, пожалуйста, ты можешь её каким-то образом вот здесь вот увидеть, ну, слушайте, давайте, давайте, раз уж так, похватит Джулия плакать, давайте наша Джулия вот просто выйдет как бы сюда, посмотреть вообще, как дела, не перевернули либак, возможно, Джулия быстрее, слушайте, я очень хочу, чтобы она познакомилась с Брук, ну, здесь её зовут Брук, на самом деле она Гвен, просто она не помнит, как её зовут, и не помнит себя абсолютно и совершенно, так, ребёнок у нас тем временем злится, хочет спать, ну, да, я думаю, ты сама можешь лечь поспать, у твоей мамы здесь очень ответственная миссия, давай, Джулия, где ты там, господи, и вот она, значит, у нас идёт сюда и думает, а кто это, а кто это там такой ходит, такой красивый, кто это у нас там, что за девушка интересная, да, в общем, решит подойти с ней познакомиться, как бы, почему бы нет, приветствую дружески, нет, давай, знаешь, давай жизнерадостно представиться, вот, жизнерадостно представиться, вот, Брук, стой, 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 мамочки мои, стой, пожалуйста, нет, ну, куда ты, ну, куда ты, ну, не уходи, пожалуйста, слушайте, мне кажется, что она правда какая-то студентка и спешит на учёбу и на пары, я там даже не знаю, жизнерадостно представиться, ну, подожди, ну, подожди, пожалуйста, ты там очень сильно нужна, мы тебя столько ждали, мы тебя столько ждали, Джулия, конечно, помнит, как она выглядит, маршал ей показывал, Кстати, вот он уже вот-вот вернется с работы, но, конечно, он просто в состоянии нестояния. Но, тем не менее, Джулия у нас сейчас решит познакомиться с какой-то новой девушкой. Думает, хм, какие-то новые лица. И тут она подойдет и просто офигеет. И просто офигеет. Это что? Это та, о ком я думаю? Да, Джулия, это та, о ком ты думаешь. Это та, о ком ты думаешь? Книжный червь, карьеристка и гений. И, конечно же, гений. Это у них семейная, елки-палки. Здравствуйте, здравствуйте, девушка. Вы такая красивая, я вас заметила, не смогла пройти мимо. И куда это вы направляетесь? Ой, спасибо. Да, вы знаете, я впервые прогуливаюсь в этом районе. Меня зовут Брук. Да, очень приятно познакомиться. А, вас как зовут? Меня? Меня, Джулия. Да, тоже очень приятно. Ой, красиво у вас тут, однако. Я слышала, что экология в этом районе улучшилась. Это, наверное, все благодаря вашим трудам, да? Ну, как сказать? Даже не знаю. Вы бы знали, как у нас мусорят на самом-то деле. Она у нас в дискомфорте каком-то. Предложить подрогать живот. Вот так вот сразу. Не, давай поговорим про облачную погоду вместе с ней. Да. А как вы вообще поживаете? Как вы сюда попали? Потому что я на самом-то деле попала сюда таким необычным образом. Боже мой, этот звук. Получена компенсационная выплата. В сумме 50. 10% забережливость. Спасибо. Ребята! Ребята! Ребята, мы с вами закрыли карьеру рыболова. О май гад. О боже мой. Наконец-то, Маршал, ты это сделал. Я тебя с этим поздравляю. У нас теперь две карьеры пройдены. Да, пускай она не такая сложная и большая, как некоторые. Но всё-таки, Маршал, давай, наверное, иди домой. Маршал у нас, конечно же, сейчас будет пилярить домой, как бы, потому что он уставший. Сейчас захочет с Джулией, в общем-то, поделиться тем, что он, наконец-таки, это сделал. А Джулия у нас с тем временем общается про облачную погоду. И говорит, да, вы тоже сюда странным образом попали. На самом деле, я тоже. И вы знаете, мне кажется, что сегодня такой замечательный денёк, совсем не жарко. А не хотите ли вы зайти ко мне в гости? Потому что, на самом деле, у меня есть с кем вас познакомить. Мой муж, её зовут Маршал, может быть, вы припоминаете такое имя. Как вы говорите? Маршал Макинтош? Да, Маршал Макинтош. А я вообще-то не назвала его фамилию. Откуда это вы знаете, а? Откуда вы знаете, что Маршал Макинтош сейчас как... Брук, Брук, точно, вот. Я просто для меня, она Гвен, знаете, а Брук, я совсем даже забыла, что я ей тут такое имя дала. Брук у нас сейчас... Ну, будем называть её Гвен, ладно. Гвен у нас говорит. Ой, если честно, я даже не знаю, просто как-то само собой в голове сложилось. Маршал и Макинтош почему-то... Почему-то в голове такое сразу возникло словосочетание. Солнце моё, я всё-таки предлагаю вам отправиться ко мне домой. У нас есть очень вкусная еда, я тут недавно приготовила, и я настоятельно рекомендую вам познакомиться с моим мужем. Потому что я вижу, вы студентка, а он как раз-таки, знаете, он очень умный человек, и ему нужны талантливые умные студенты. Потому что, знаете, он умеет с ними договариваться, и вообще довольно-таки хорошо с ними лазит. Так что, как насчёт того, чтобы пройти в гости? Ой, вы знаете, я как-то... Ну, как-то не знаю, если честно. Я на пары опаздываю вообще-то. Вы, конечно, такая милая девушка. Так, да, пошли. Пошли, пошли, пошли. Либо мы с ней... Нет, ну мы же не сможем потом пригласить. Давай, давай. Так, 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 давай по сарганцевому пермени. Давай поговорим, знаешь, про что? Поговорим с ней о кулинарии, вот. И будем её заманивать домой. Будем её заманивать домой. Маршал, ты там как? Ты там ещё ковыляешь. Замечательно. Давай болтать здесь. Вот, Маршал сейчас у нас вернётся домой и подумает, а где, собственно говоря, моя жена? Я так хочу. Нет, 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 нет. Ну куда? Ну куда же тебе пора? Ну подожди. Ну не уходи, пожалуйста. Ну что ж это такое? А неужели тебе настолько сильно... Неужели настолько сильно пора тебе на пары, ёлки-палки? Говорить о лучшей наживке. Ну стой, пожалуйста. Просто как-то странно, такое странное знакомство. И эта девушка говорит, что я должна познакомиться со своим мужем. Это так странно. Не бойтесь, милая девушка. У нас нет о том аллахнастского чудовища. Я вам просто обещаю. Мой муж очень хороший человек. Ну да, конечно. Это, конечно, спортный вопрос. Так, у нас тут что-нибудь подросло. Да ладно, ребята. Боже мой. У нас с вами сегодня просто супер серия. У нас просто супер серия. Это что? Это... Подождите, нет. Кокосы еще не выросли. Но у нас есть ананасы, ребята. У нас есть с вами ананасы. Боже мой. Так, ладно. Давайте. Давайте, значит, сделаем так. Давайте сделаем так. Мы должны заманить ее домой. К нам. Мы должны ее к нам заманить домой. Это просто по-любому. Это по-любому обязательно. Что это такое у тебя? Рискованная рыбная ловля. Ёлки-палки. Успокойся, Маршал. Ты теперь знаток у нас рыбной ловли. О, Август, привет. Август, привет. Слушайте, ребята. Мы могли бы сейчас, знаете... Мы могли бы сейчас убить просто столько зайцев, что вам страшно даже представить. Мы могли бы сейчас свести Августа вместе с Брук. Угу. Угу. Как вам такая идейка? Как вам такая идейка? Но я думаю, что об этом все мы с вами подумаем уже в следующей серии. Мне кажется, что на эту серию уже вполне себе достаточно, да. Вот теперь и, собственно, думайте, гадайте, что у нас и как пройдет. И познакомится ли Маршал... Вернее, как? Он-то с ней знаком, конечно. Конечно, познакомится ли, грубо говоря, у нас Гвен со своим родным братом. Да, потому что, напоминаю, Маршал ее родной брат. Вот. Ну, здесь, конечно, она никак у нас не значится, потому что она у нас все-таки... Это восстановленная версия его сестры. На самом-то деле, она-то очень давно погибла, но Маршал у нас голова и смог воссоздать ее. Только вот она теперь ничего не помнит. Фактически, это чистый человек. Но, как вы помните, жила она первое время не одна, а жила она ни с кем иным, как с дедушкой нашего Филберта, который ей, конечно, рассказывал о том, что есть один человек, на самом-то деле, который ей очень сильно родной, очень близкий, и звать его Маршал Макинтош, и ты однажды обязательно с ним познакомишься, только дождись этого момента, он обязательно сюда приедет. И, о боже мой, наконец-то это случилось. Ну да, я думаю, что вся эта эпопея разрешится уже в следующей серии. А пока что я благодарю вас за просмотр. Огромное спасибо за то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч и всем пока! Оставляю такую интригу, да, вот такая я, вот такая. Можете за это поругать меня в комментариях, я не против.